Дух Святой Иисусу ночью с вопросами Ты человек от Бога Потому что таких чудес, которые ты делаешь Не может делать человек, если не будет с ним Бог Иисус начал объяснять Этому человеку о том, что Хотя он был представительный, он был Депутат его, он был известный Но вопрос в чем? Он пришел к Иисусу Ночью, потому что он стеснялся Иисуса И он пришел к нему, потому что у него были вопросы Потому что он понимал, что Этот необычный человек живет В его народе И он хотел узнать, что это, кто это, кто же ты Иисус начал ему объяснять, что Человеку должно родиться свыше Что человек не может увидеть Царство Божье, если не родиться свыше То есть человеку нужно родиться от Бога Чтобы увидеть Начать видеть Царство Божье Вокруг себя Люди сегодня спрашивают, а где Царство Божье? Я могу сказать, что вокруг меня Я живу в Царстве Божьем А люди этого не видят Они ждут, что Царство Божье где-то там будет Вот где-то там Но не здесь, ни в коем случае Когда я родился свыше, я вдруг увидел Царство Божье Я увидел жизнь глазами Царства Божьего Я начал ощущать жизнь, как в Царстве Божьем Потому что рожденность свыше рождается не на земле Рожденность свыше рождается в духовном мире Меняется сердце человека Иисус начал объяснять эти вещи Никодим стоит и говорит, как это может быть? Как может человек родиться, будучи стар? Он что, должен опять в утробу матери войти? Знаете, логика человека говорит именно так Что старику нужно войти в утробу матери Ну это вообще безумие Ну, а потом опять родиться Знаете, он не мог никак понять Со своим высшим образованием Своим положением в обществе Он не мог понять Иисус говорит, как ты не понимаешь? Если человек не родится от воды и духа Он не может войти в жизнь вечную Он не может войти в Царство Божье Но если он начал говорить такие вещи Он говорит, я не понимаю тебя Как же ты, будучи учителем Израиля Не понимаешь этих вещей? Да, когда я говорю вам земные вещи Вы не понимаете Так что будет, если я буду говорить вам О небесных вещах? И он дальше продолжил объяснять Он говорит, как Моисей Вознес змею в пустыне Чтобы люди, ужаленные змеем Змеей точнее, не умирали Точно так же должно быть вознесено Сыну Человеческому Чтобы всякий верующий в Него Не погиб, но имел жизнь вечную Ибо так возлюбил Бог мир Что отдал своего Сына Единородному Адабы всякий верующий в Него Не погиб, но имел жизнь вечную То есть история продолжается История повторяется Но немножко в другом виде То есть все, что мы читаем в Ветхом Завете История Израиля Это были прообразы Как апостол Павел об этом писал Это были прообразы для нас Чтобы мы с вами, живущие в Новом Завете В 21 веке могли сопоставлять свою жизнь И понимать, что подобные вещи Могут происходить в моей жизни Иисус четко провел параллель Он говорит Точно так же Точно так же, как Моисей вознес Мию в пустыне Знаете, в пустыне очень много Диких животных, зверей, насекомых И там опасно жить Но 40 лет народ Божий Жил в пустыне Ел манну каждый день Пил воду из скалы И прошли этот земной путь Они смогли выжить в пустыне Почему? Потому что с ними был Бог Потому что Он был посреди своего народа Он был днем и ночью посреди своего народа Он не оставлял их до времени Пока те не начали упорно грешить Наступил момент, когда Израиль Начал упорно грешить Думая Да, столб огненный Ночью Столб облачный днем Ну, привыкли уже к нему Ну, боксы, геннадия, все нормально Ну, как же жить-то хочется Обычной плотской жизнью И там хочется погулять И там погулять Знаете, что? И начали грешить такой степени Что змеи начали жалить евреев Заползать в их палатки Шатры До этого такого не было И люди начали умирать от укусов змей Противоядия не было Ничего не могло помочь им Все укушенные обязательно должны были умереть А в пустыне змеи особо ядовитые Это не то, что наши гадюки Укусил еще и можешь еще выжить А там нет Шанса выжить не было Вопрос в чем? Они начали к Моисею подходить Это единственный был момент Когда они могли сказать Моисей, что-нибудь сделай Помоги нам Мы умираем Они начали его пить И Моисей подошел к Богу Подошел на встречу с Господом Говорит, Господь, что мне делать? И Бог ему говорит Вот лекарство Сделай медного змея В смысле? А чем он поможет? А Бог говорит Я дам такую силу Что всякий, кто посмотрит на этого медного змея Останется жить То есть Бог вложил в это изделие Особый смысл Не в смысле, что от змея выходила сила Для исцеления Но через послушание Слову Божьему Господь хотел обратить внимание Людей на этого змея Как на сотворенного им На созданного им в видении В пророческом действии И Моисей сделал послушание Вынес на высокую гору И начал говорить через старейшин Передайте всему народу Все укушенные змеем Если хотите остаться жить Посмотрите на змея медного И будете жить Знаете, когда человек задыхается У него парализуют мышцы Постепенно атрофируются Не атрофируются, а парализуют мышцы Дыхательные мышцы Начинают задыхаться Кровь сворачивается Все хуже и хуже Чувствует Ему не хочется Ни говорить Ни думать Ничего не делать И знаете, поэтому Бог сказал Только посмотри Посмотри Просто посмотри На этого змея Просто посмотри И останется жить Нужно было Вот столечко веры Вот столечко веры Чтобы поверить Что под взгляд На медного змея Даст тебе чудо исцеления А кто-то был скептиком И говорил Как может этот взгляд На медного змея Дать мне исцеление Еще никто не выживал От укуса змеи Как это все может быть Но речь шла не о медном змеи А о послушании Слову Божьему Речь шла не о том Что сам змей Источал какую-то силу И Моисей даже был здесь ни при чем Он был инструментом Бога Чтобы показать людям Обратить внимание людей На этого медного змеи И поэтому Моисей сделал То, что он сделал Я знаю точно Что были люди Которые услышав Эту весть Благую весть Это была благая весть Это была благая весть Когда у человека Нет шанса выжить А его говорят У тебя есть один Единственный шанс Один Единственный шанс Остаться живым Это Посмотреть На медного змея Который находится Вот на той сопке Посмотри И останешься жив И были те Которые посмотрели тут же И получили полное исцеление Они начали проходить К другим шартрам И говорили Посмотри на того змея Вот я был болен Я умирал Вот укус от змеи Смотри Я остался жить И люди по очереди Обращались в свой взгляд На этого медного змея И оставались живым Аминь И Иисус говорит Точно так же И Сын Божий Сын Человеческий Он себя сравнил Говорил о себе Как Сын Человеческий Сын Божий Он говорит Всякий верующий в Него Не умрет Но будет иметь Жизнь вечную Кто хочет жить Вечно здесь Аллилуйя Но знаете что Если я спрошу вас Хотите ли вы жить Вечно здесь на земле При 40 градусной жаре Без кока-колы Знаете Вряд ли кто из вас Захочет жить вечно На этой земле Но мы понимаем Все прекрасно Уже потому что Царство Божие Мы уже видим Мы понимаем прекрасно Что речь идет Не о жизни на земле Физической На планете земля Речь идет о жизни Вечной во Христе Иисусе Ведь люди И праведники И неправедники Все умирают по плоти Но Каждый умирает по разному Разумеется Но вопрос в чем Не в том А все все равно Физически умрут Но Что ждет дальше Духовный человек Понимает Что его ждет Его небо Его небесный дом Его ждет Отец Который послал своего сына Который дал-то шанс спасения Аминь Жизнь меняется Не от убеждения Что с Богом лучше Бог хороший Речь не идет о том Что сегодня Я вас пытаюсь убедить В том Что ваша жизнь Просто станет другой Хорошей Вы сами переживете На себе Это Божье прикосновение Вера в Иисуса Что-то совсем незначительное Вот столечко Казалось бы Веришь в Иисуса? Да Верю Кстати Казалось бы Что сложного сказать Верю или не верю? Казалось бы Ничего сложного Но сколько людей Сегодня говорят Мне не нужен твой Иисус И продолжает умирать Продолжает яд Распространяться По его телу Продолжает Дьявол убивать Этот человек И вести его в ад Потому что человек Который не получит Исцеление Через веру В Иисуса Он будет осужден В вечный ад Почему? Да потому что Бог справедлив Бог сделал абсолютно все Чтобы люди Жили вечно с ним А не в аду Он сделал все Он заплатил цену Он открыл дверь Он указал путь Он сказалось Бери жизнь Чего он еще не доделал? Ну меня же Иисус лично не посещал Сегодня есть шанс Чтобы Иисус Лично посетил вас сегодня Меня Иисус посетил 24 года назад Через месяц будет уже 24 года ровно Когда Иисус посетил Меня лично И я был изменен В одночасье В одну секунду Во мгновение времени Я был изменен Настолько Что вся моя жизнь Изменилась Я даже не мечтать не мог Что когда-нибудь Я буду проповедовать С кафедрой Или со сцены Я не мечтать об этом не мог И мне этого не нужно было Это просто призвание Это Бог призвал меня Уже после того Но впрочем Я был уже счастлив от того Что я пережил встречу с Иисусом Этого было для меня Настолько много И достаточно Что я не искал Ничего больше Я не говорил Ну если Бог поможет мне В бизнесе Или в семье Тогда я буду верить в Него Нет Друзья Это уже потом Начали происходить чудеса В исцелении В помощи И так далее Но вопрос взаимоотношений И прощения греха Этот самый тяжелый груз Который висит на душе человека Это грех В тяжесть вины В тяжесть греха Который давит на душу И не дает человеку жить в свободе И Бог это делает Меняет Наше сердце Берет каменное И дает плотяное И поэтому сегодня Я обращаюсь к каждому человеку Кто еще на этом месте Не открыл свое сердце перед Иисусом Кто еще не принял его Не исповедал его Как Господь и Спаситель У вас есть шанс сегодня Чтобы вся ваша жизнь Сегодня Навсегда Изменилась И вы будете вспоминать Сегодняшнее число И говорить Каждый год Год назад Или два Или пять лет назад Я открыл свое сердце Перед Иисусом И сказал Господь прости меня Я принял его в свое сердце Как Господа и Спасителя И вся моя жизнь Изменилась Бог исцелил мою душу Бог освободил меня От рабства, греха и смерти И знаете Это важно Сделать Не просто думать об этом Сделать Потому что Как посмотреть на змея Нужно было что-то сделать Хотя и немного Но повернуть глаза Поднять голову Точно так же И сегодня Нужно сказать Иисус Я в Тебя верю Прости меня Это все Если вы Если вы Если вы На этом месте И хотели бы Примириться С Иисусом Сегодня Сейчас Поднимите свою руку Чтобы вас видел И я буду за вас молиться Не стесняйтесь Я вижу вас Вижу вас Вижу вас Вижу вас Вижу вас Не стесняйтесь Может давайте мы все Поднимемся Сейчас Я вижу вас Слава Иисуса Не стесняйтесь Давайте мы все Поднимемся Послушайте Это благая весть То о чем я сегодня Говорю Грех Никогда не щадит Никого Знаете Иногда я думаю О природных явлениях Как с цунами Как какой-либо стихии Как торнадо Как элитический ток Знаете Я иногда думаю Думаю Боже Это такая сила Которая убивает Это смертоносная сила И знаете что Перед торнадо Не существует Ни хороших Ни плохих людей Перед стихией Не существует Праведников И неправедников Она несется И разрушает жизнь Просто убивает И иногда как подумаю Думаю Это же ужас какой-то Там нет сожаления В этой стихии Там нет жалости У дьявола нет жалости К людям Абсолютно Знаете Только Бог Может защитить человека От поражения И историй таких Достаточно много Когда Бог спасает своих Но про чем Нужно быть Божьим Если мы сегодня Под влиянием дьявола Живем Думаем Да ничего Как-нибудь пропетляю Знаете Торнадо Не имеет жалости Дьявол не имеет жалости Он просто убивает Он уничтожает людей И не думайте Что когда-нибудь Он смилостивится И скажет Ну ладно Вот тебя оставлю живых Он уничтожит всех Он это делал всегда И он продолжает это делать Единственное Кому есть дело До нас До каждого из нас Это Бог По-настоящему И Он знает Как нам помочь Он знает Как нас избавить Из сети ловца От гибельной язвы Он знает Как сохранить нас в пути Бог знает Как вытащить нас Из болота И поставить нас На твердое основание Он знает Как сохранить нас От всякого зла И поэтому Если вы сегодня Делайте шаг На встречу к Богу Поверьте Он уже бежит к вам Он уже несется к вам Он не просто идет Маленькими шагами Он несется навстречу Потому что ради этого момента Иисус был на кресте Ради этого момента Он умирал Мучительной смертью Ради этого момента Он проливал свою кровь И поэтому Бог сказал На небесах Всем ангелам Радоваться Когда кается Хотя бы один грешник И сегодня В Каменском Будет праздник По крайней мере У нас на собрании Есть несколько Грешников Которые согласились Примириться с Богом И я знаю Что будет праздник На небесах сегодня Ради вас И тех Кто сказали Богу Прости меня Давайте мы сейчас Все помолимся Этой важной молитвой Покаяния Молитвой примирения С Богом Попросим Бога Чтобы Он По-настоящему Очистил нашу душу И сердце И знаете Это будет момент Когда вы посмотрите На Голгофу На Иисуса Христа И исповедуйте Его своими устами И ваша жизнь В этот день Изменится Аминь Скажите вместе со мной Дорогой Небесный Отец Прости меня За все мои грехи Я раскаиваюсь И я не хочу больше грешить Я верю в Твоего Сына И Иисуса Христа Что Он умер на кресте За мои грехи И воскрес из мертвых На третий день Для моего оправдания Господи войди в мое сердце Отчись мою душу Освободи меня От всякого греха И от всякого зла Я отдаю свою жизнь Тебе И с этого момента Ты мой Бог А я Твое дитя Навсегда Во имя Иисуса Христа Во имя Иисуса Христа Отец Сын И Дух Святой Аминь Слава Господу Мы вас благословляем Мы провозглашаем жизнь Вашу жизнь Ваши души Ваши сердца И ваша жизнь Сегодня Изменилась По вашей вере Это тот момент Когда вы пришли к Иисусу И попросили Его Очистить вас От всякого греха От всякого проказа